Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова Джек Шепард, мы продолжаем выживать в The Forest Я дошел до своей базы, немножко видоизменил, почти закончил строительство, на это у меня ушло очень много времени В общем-то, три стены фактически у меня уже есть, осталось лишь чуть-чуть здесь достроить до конца финальную стену Вот здесь, кстати, еще небольшой уголок нужно будет сделать, и подсказали мне очень неплохую идею, как защититься от аборигенов То есть, если даже не сюда нападут, на мой лагерь, то я просто сделаю, ну, я поставлю как дверной проход И в этом дверном проходе, так как нет самой двери, я поставлю костер на его место и забегу внутрь, подожгу его Если будет кто-то пытаться ко мне пробраться, он просто загорится По-моему, это реально очень крутая идея, и я смогу таким способом защититься Итак, набрал я еще шкурок животных, нам, правда, сейчас нужно будет сходить на небольшую охоту Я вот там вдалеке разведал не так давно, что там есть лагерь этих аборигенов чертовых Пришлось мне там парочку штук перебить Благодаря этому я смог поставить себе вот такую вот защиту от них, которую нужно поджигать И тем самым я изгоняю их от себя Плюс вот здесь грязь была, я в ней маленечко измазался, чтобы меньше привлекать к себе внимание Сегодня мы с вами сходим, во-первых, в их лагерь, во-вторых, я заметил отсюда недалеко что-то светлое Скорее всего, это кабина самолета Но я не уверен, сходим разведом А уже в следующей серии мы с вами отправимся вот на ту сторону К той горе, так как я в поисках пропитания забрел вот до конца того берега Перешел на ту сторону, и я действительно там мог ходить Значит, туда мы попасть можем Что, несомненно, радует меня Так что давайте отправляться Сегодня будет долгий день В стойке для дров у меня почему-то не работают Поэтому, ну я, то есть, пробовал в них закидывать дрова Это поначалу получалось, а потом они просто сломались И здесь семян, насколько я помню, у меня нет, чтобы посадить их И здесь вырос куст Хотя в прошлый раз, когда я на старой своей базе ставил Там ничего у нас Ну, не нужно было никаких семян Все, сразу росло Так, мы ценами не будем Я съем батончик Чтоб хоть как-то еще продвинуться И мы выдвинемся к их лагерю Здесь буквально метрах в ста, наверное Нашел я тут лагерь благодаря одному из их вожаков, что ли, я не знаю Использовал свой клич Скинул руки к небу Закричал, я такой подумал, что происходит Пошел туда разведать И мне пришлось с ними разобраться Я думаю Скорее всего На той стороне тоже где-то их лагерь есть Если мы на них попадем Нам нужно будет драться с ними Да, как видите Лагерь у них здесь гораздо меньше, чем тот, который мы с вами видели в прошлый раз И здесь нет таких жертв Вот здесь я их Перебил Оставил их, собственно, трупы На этой палке Здесь, конечно, зверства Ничуть не меньше, чем были в том лагере Вот, например, вот это Просто слов нет В прошлый раз здесь водилось очень много живности Мне так повезло здесь с этим Неблюдки эти лежат Еще не сгнили Вон кролик Бежу кролика Сразу же где-нибудь в сторону Предполагаем, в самолет с вами отправимся И там покушаем Вообще, у кроликов можно и палкой тут ловить Хотя она сейчас очень криво выглядит, конечно, я понимаю Вот так, привет Кролик Хочу тебя собрать Кролик не хочет, чтобы я его собрал С собой так Никого пока не вижу Не вижу кроликов Жалко, что, ну, с птичек там, хотя мест, правда, мало Вот, кролик Вот, зайчишка Смотри-ка, серенький Смотри, как они быстро бегают О, делал одного Хорошо Второй нужен Отлично Так, по-моему, я Да, я чистый из-за дождя Масса в грязи Ох ты, привет, ящерка А я, кстати, даже, по-моему, здесь где-то костер ставил А, нет, все, это костер не подойдет Нужен новый Убираю, убиваю ящериц Только для того, чтобы у меня было несколько шкур Чтоб, если моя броня Счезнет, то у меня было еще несколько Так, давайте поставим маленький костерчик Самый простецкий И приготовим крола Вроде бы Ребят, тут нет Время, я пойду еще одного Тогда сразу же поймаю Все, отлично У меня есть кролик с собой У меня есть с собой ящерица Должно хватить Вот бы еще чемодана где-нибудь найти В которых есть закуска Батончики Потому что они действительно помогают Когда нет возможности Костер найти Ну, или точнее сделать Ладно, давайте выдвинемся В то самое место, где я Как раз обратно, когда в лагерь проходил Я вроде что-то такое заметил Похоже на Кабину И вот в эту яму надо будет Потом еще спуститься, да? Сюда бы справа можно пройти Потому что, по идее, да Если мы так падали, то Хвост Самолета у нас там остался Носовая его часть Где-то Впереди Нет, это просто озеро Я думал, это не озеро Но это озеро Да, мне издалека показалось, что это Какой-то спуск Какая-то яма Это было, наверное Дождевый сегодня денечек Так что нужно будет В любом случае Развести еще один костер И погреться Давайте я возьму нормальный топор Какой-то по здоровьей будет О, точно Значит, я не ошибался Все в том, блин Реально, слушайте Они с любой стороны могут напасть Главное вовремя Успеть молотов Достать и Попасть Хорошо, что У нас корабля в воду не попал Да, я нашел 14 пассажиров Из 130 Которые где-то на этом острове Что-то как-то все искрится Может не стоит сюда заходить Так, а там, судя по всему Второй пилот Да, здесь нет взаимодействия Ни с чем я не могу ничего взять Отсюда Очень жаль 15 из 130 Так, я возьму его по троне Хотя нет, у меня всего лишь 3 флера Больше я нести с собой не могу, к сожалению Так, хорошо Хорошо, здесь мы тогда побывали Значит, мы сразу же отправимся На ту часть острова По крайней мере, попытаемся там что-либо найти Мне кажется, что это вполне возможно Да, кстати, вот Почему-то я все думал, что я один такой Нет других выживших Но вполне, что кто-то мог выжить так же, как и я Кто остался, правда, не в самолете По ходу того, как он падал Выпали люди какие-то Либо Кто-то как-то, не знаю Ну, может, мягко на деревья приземлился И куда-то ушел Спрятался Так же, как я нашел в глубине леса Лагерь Как он, при горке В общем, не знаю Мне кажется, что Это все вполне возможно Надо будет как-нибудь собраться силами Сходить Найти, во-первых, их пещеру И Попасть туда Насколько я знаю И, насколько я слышал В пещер Вроде как Может быть, несколько И Это усложняет нашу задачу Плюс Помните, да, когда мы сбегали из пещеры Это было Ровно-таки Спрятанное место Вход так просто сразу не найдешь Где-то здесь я в прошлый раз Слышал Этих аборигинов Что, ребятки, дело Ребята Хотя, что-то я их зову-то нет Я совершенно их не хочу видеть Если не вижу, тогда будем действовать Вроде пока спокойно Мне не нравится только туман Видимость плохая Я их могу не заметить Плюс они еще и на деревьях ползают Как оказалось И могут совершенно комфортно себя там чувствовать Я, кстати, тоже могу залазить на дерево Но Невысоко А если попытаюсь залезть выше То просто могу упасть Соберем листи Теперь я еще и замаскирован Слушайте, а здесь Гораздо больше местность, чем я думал Может быть, я все-таки найду выживших Может быть, кто-то есть на берегу Судя по всему, это обычный камень Я, знаете, что думаю Я думаю, мы сейчас пройдем вот по этому хребту До конца, насколько нам это позволит А потом вдоль берега спустимся вниз И сделаем круг до своей базы Чтобы полностью осмотреть это место Понять, сможем ли мы здесь что-то найти или нет Пока Пока все пустынно Довольно-таки Так-так-так-так-так И в самолете, как вы видели, ни рации, ничего нет Я не знаю Выпал ли самолет куда-то Черный ящик или он Испорчен Да и что он мне даст Все равно данные я расшифровать Не смогу, это 100% Так, хорошо Окей Устынная местность В той горе, я так понимаю Пути у нас нет Что-то у нас нет Пока что все выглядит так Как будто бы здесь никого нет и не было никогда На самом деле, я был бы очень рад встретить какого-нибудь выжившего Деревья прямо из воды растут Нифига себе Дэш, наверное, с меня все грязь мало, да? Нет, пока что есть Торик вот этот нужен мне Кстати, довольно-таки уединенное здесь местечко, да? В принципе, если Здесь все так спокойно и никого нет То я думаю, здесь можно будет тоже обосноваться Дополнительный лагерь обустроить Даже не делюсь Я был уверен, что я здесь кого-то слышал Опаньки Точно Точно-точно Я же говорил, что Где-то я здесь видел их движение Пожалуйста Еще два домика Сначала смотримся, чтобы сбоку никто не пришел Видим ли мы здесь те же самые ужасы, что и раньше видели Скорее всего Очередные столы для обеда Больше здесь ничего нет Я так и не знаю, где же мне добыть веревку Как ее добыть? Есть несколько вещей, с которыми взаимодействовать пока что нельзя Это листья Перья, господи Листья, перья и батарейки Возможно, батарейки можно будет в фонаре как-то использовать Не знаю Ну, по крайней мере, пока я не знаю, что с ними делать Давайте на эту часть тогда что-ли попробуем пройти Вот где-то там наш дом Наше жилище, которое хотелось бы все-таки уже закончить Но пока мы отправились в путешествие Что? Что мы найдем? Кого мы найдем? Да, там никого нет Но скоро появится Получается, у нас теперь остается пара вариантов Пробраться в ту часть острова, в которой мы по сути даже никогда и не были, не исследовали То есть, вот правая часть острова Если вдоль берега идти Только там еще не были Ну и вглубь, вглубь острова Где есть Возможно, выжившие Возможно, выжившие Которые, которые очень быстро стали жертвами Каннибалов чертовых Ну, возможно, мы просто найдем гору трупов Очень живописно плывем Кстати, может быть, какая-то часть корабля вообще под водой Вроде бы нет Так, все, мы приплыли Давайте тогда в домик отдохнем на утро И выдвинемся в путь Да, мало энергии нужно покушать Полностью согласен Полностью согласен Вроде никого нет Спокойно, и вот это спокойствие действительно может Злую шутку-то паутина Злую шутку с нами с вами сыграть Я могу расслабиться, а потом В один прекрасный момент Эта расслабленность будет не боком Давайте костер подожжим Пошел Ух ты, тут уже все затухло Я бы сразу несколько вот таких факелов поставил Чтоб было вокруг всегда светло Так, хорошо Давайте отдохнем До утра Не собираюсь я тут ночью бродить Ночью бродить себе, врагом быть Так Давайте покушаем тогда Давненько я не видел лаборигенов Я чувствую, что они, знаете, вот в самый неподходящий момент они появятся Просто в самый неподходящий Тогда все будет очень печально Дождь Каждое утро дождливая Что там, зайчик? Вот Судя по всему, зайчика не будет Понятно Не могу ящерицу приготовить Хорошо Понял Сделаю третий костер Мне не трудно Ну туда мы с вами отправимся Или лучше в лес Давайте лучше в лес По прямой Ну и слушай, ну что В лесу он интересней Все покушали И готовы отправляться Вперед в путь Я возьму Хороший опор Я вообще должен, наверное Что нет, не взял бы Нет, взял бы Странно, странно это все работает Да ладно Так, тут и чемоданы, кстати, да Вроде бы все разломал Еще новым найду Видимость Минимальная А лес это их дом Так что вы сами понимаете Какой-то риск Но мы на него пойдем Почему бы нет Вдруг действительно Кто-то в живых остался Я, знаете, думаю Я думаю, что я сейчас Просто прямо пойду Там уже до упора Где дойдем Потом Вернемся на это место И отправимся уже В правую часть Будем потихонечку Остров осматривать В этом самое страшное место Их лес Так скользко Надо аккуратно спускаться Меревых, львых нет Они могут быть здесь Где угодно Опаньки Это же То самое место Откуда мы с вами выбирались Насколько я помню Хорошо, я знаю где Но если что Я туда вернусь Пока я хочу Не лезть туда в пекло Это знаете как Жертва Вышла на охоту За охотниками Что у меня по сути есть Ракетница Вот пора Один посильнее Другой Такой простенький Ну то есть молотов Ну и больше То в общем Все Так Ты мне нужен Той же Опасно тут Бегать за ним Ты будешь Не нужен Так Так никого не вижу никого не вижу я бы так поедим открыта такая местность тем легче будет них заметить но я вообще никого не вижу да не все могли деться чего не могли куда-то идти может быть что-то привлекло правда кто-то выжил и привлёк к себе внимание они только и рады я кстати даже не знаю как эта штука стреляет поэтому вполне возможно первый выстрел уйдёт мимо лучше бы я их уже увидел потому что опаньки ещё один лагерь давайте проверим впереди хвост самолёта я вернулся на место откуда всё началось они казаться были очень очень где же мы ушли но есть вариант что они вернулись в свою пещеру и там все сидят но раньше то они больше любили здесь гулять там так там какая-то женщина лежит тут все открыто я здесь не был так спокойно два обгоревших струков пассажир номер 16 получается ещё один ну да вряд ли кто-то выжил ещё деньги возможно из бумажных денег что-то я могу получить в банке один из них тоже подито с ними очки полная тишина вы видите да абсолютно тишина никого нет так пусть там будут батончики да ну да а еще один я даже не заметил может быть соорудить давайте-ка поставим на всякий случай материалы мы почти все есть будет много надеюсь нет не будет но одного трупа мне не хватит там я уверен никого нет выжишь гады всех всех людей здесь перерезали неужели 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 вообще никто в живых не остался да ну да так хорошо последнее часть такова не хватило одной да начну получится пока я конечно почти уверен что смогу еще их найти видите вот парень например не рубится куда они все ушли в один момент они все были потом они все бац и куда-то исчезли давайте доберемся до самолета и от него будем уже решать куда пойдем дальше я думаю еще нужно будет остров происследовать пробежаться по берегу потом мы пойдем в пещеру пойдем в пещеру вот самолета прошло уже несколько дней с тех пор я тут так и не был больше стоп у меня был такой час как будто самолет прилетел это земля не выдержит мне кажется еще одно украшение ну что ж давайте завершим на этом серию наш будем искать этих оберегенов в следующей довольно странно что они куда то все так подевались я думаю отправимся прямо потом сделаем небольшой пол круг и вернемся к пещере и узнаем где же они все таки находятся и что с нашим сыном с вами был джек шепард большое спасибо за просмотр и шусливо шусливо Продолжение следует...